Ребят, всем привет! Как вы знаете, в Китае воздух достаточно загрязнен. Да, наверное, не только. В Китае, наверное, кроме как джунгли, везде. Это автомобильный аэрклинер, то есть автомобильный очиститель воздуха от компании Jijao. GZK G70G CZ. Это саб-бренд магазина GD. То есть, как у многих сейчас магазинов, они любят делать свои товары под своим брендом. Достаточно большая штуковина. Соответственно, запаковано в пенопласт. И здесь у нас еще присутствует инструкция на китайском языке. Это бренд для внутреннего рынка Китая, но мы его точно так же можем купить в магазине GD. И тут, в принципе, все довольно понятно. То есть, крепим на подголовник у себя либо пассажира, и он у нас очищает воздух внутри нашего автомобиля дополнительно. И вот еще у нас тут какой-то ОТК или гарантия, непонятно. Под пенопластом у нас находится сам очиститель и зарядный, не зарядный, наверное, блок питания к нему. Не уверен я, что у него есть аккумулятор. Сейчас посмотрим. Вы знаете, достаточно не тяжелая штуковина. Вот что она из себя представляет. Вот такую вот штуку 7,5 вольт, 70 метров квадратных в час очищает. И не дает пыли больше 300, что-то там, миллиграмм, в общем, или ячеечка у нее такая. По сути, сейчас разберем, посмотрим. Интересно, что он... А, вот он как снимается. То есть, у нас предварительный такой себе HEPA-фильтр. Ну, большой достаточно. И два мощных вентилятора. Знаете, это хорошо аллергикам. Честно, вот в момент, когда цветут всякие деревья или какая-то там, не знаю, трава, машинный фильтр все равно, он, грубо говоря, не HEP-овский. Он пропускает, плюс где-то двери открыли, окна открыли. А это уже делает такую вот рециркуляцию воздуха внутри машины и очищает тем самым воздух внутри салона. А, нано-магнитах. То есть, в принципе, насколько я понял, да, по-моему, подмагнитилось. Да, вот раз, два. То есть, достаточно легко снимается. Аккумулятора нет у нее встроенного. Все. И вот адаптер питания. То есть, в принципе, даже разбирать не пришлось. Все и так понятно. Размер устройства 37. Высота где-то в районе 7 сантиметров. И ширина, ребят, ну, в самой большой части в районе 17 миллиметров, а в верхней части 14. Сама так немножко наскос. Шестиметровый кабель. И, кстати, смотрите, какой молодцы, что сделали именно так. То есть, по сути, эта же штуковина не занимает у нас прикуриватель, а оставляет нам свободный порт USB для подзарядки наших гаджетов. Выдает она 12 вольт и максимально, если выход здесь, то здесь 2 ампера, а здесь на 12 вольт 1 ампер. Ну, и не знаю, сделали ли они здесь предохранитель. Да, предохранитель, ребят, сделали. Это, в принципе, хорошо. Шестиметровый кабель и подключаем, куда он дотянется, как мы его проложим. Это уже сугубо наше решение. И сама крепежная планка. То есть, кладем сюда наш очиститель за подголовник. Цепляем. И вот этими ремнями, они, кстати, растягиваются. Клац! Второй раз клац. А вот это уже идет у нас непосредственно за сам подголовник. Там два штыря. Сейчас я вам покажу на машине. И регулируем высоту. То есть, в принципе, достаточно все просто и понятно. Ребят, ну, вы все равно знаете, что у меня на канале я не только обозреваю, показываю, трощу, громлю, но и стараюсь по возможности все-таки разобрать вещь, чтобы мы понимали, как же она устроена. Ну, в целом, тут 2 турбинки вот такие вот. То есть, 2 мотора, 0,34 ампера, 12 вольт, made in China, ну, кто бы сомневался. И все, ну, так достаточно. Какое-то еще тут присутствует, не знаю, или ИК-датчик, или что-то вот в этом роде. Что вот здесь, непонятно. В общем, какие-то присутствуют еще светодиоды индикации вот здесь вот. Ну, и такая вот компоновочка. Обрана достаточно качественно. И решил разобрать, что это такое. Ребят, не могу понять, кто... Напишите в комментариях. Такое ощущение, что здесь как будто 2 ИК-луча. Какая-то, как у мышки, знаете. Вот мышка была на столе. И они фокусируются в одной точке. Не знаю, может, они проверяют, есть ли там какая-то пыль летающая или грязь. Ну, очень похоже что-то на какие-то оптические датчики. Вот таким образом закрепляем ее на подголовнике, нашу площадочку. И сейчас закрепим уже непосредственно наш очиститель. Но мне сильно пришлось подтянуть ремень аж вот на самый верх. Ну, потому что у меня спинка вниз уходит. Ну, то есть, не знаю, тут больше на ровную может быть ориентировочно. Ну, вот так вот у меня получилось. Держится нормально, то есть не упадет однозначно. Вообще закреплено. Ну, единственное, что не хватает, может быть, ну, там универсальная штука. Может, действительно ее на заднее сидение надо. Но то, что он будет вентилировать. Нет, у нас все-таки на переднее однозначно. Вот эта штуковина в прикуриватель еще подсвечивается таким. Зарядная подсвечивается синим цветом. Здесь точно так же начинает гореть светодиодик. При включении питания никак оно не реагирует. Нам необходимо нажать кнопочку. И сразу же начинают вращаться наши моторчики, турбинки. Вот отсюда они выдувают. То есть отсюда идет подача воздуха. Отсюда выдув. И скорости две. Вот сейчас я попробую показать вам утро. Утро 2,7. Это выключение. Звуковая индикация присутствует. То есть включение, максимальная мощность и выключение. То есть уже так слышно, как оно достаточно сильный поток воздуха отсюда выходит. То есть действительно втягивает в себя весь воздух. То есть это актуально, когда вы сели, только сели в машину. Двери там закрыли, все сели, включили. Оно прогнало через себя весь воздух, который был в машине. Ну, наверное, актуально сразу же включать на рекуперацию. Хотя, возможно, этого не стоит делать, потому что там будут потеть окна. То есть просто включать или только сели, включили максимальный режим. Следующее выключение. А еще один, это просто обычный режим работы. Он никак, он очень тихий, слушайте. Такой легкий шелест. То есть при заведенной машине его вообще слышно не будет. Так что, ребят, в принципе, единственное, ну, города, они не такие же у нас загрязненные. Так что поэтому только для аллергиков я могу рекомендовать эту штуку. Но действительно она будет через себя просто банально прогонять весь воздух в машине. очищать его и выдавать уже здесь вот на гора, уже полностью очищенный от всяких микроорганизмов, аллергенов воздух. Так что, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы. Всем пока-пока.